Всем привет! Это искусственный отбор на дожде. Лучшие скульптурные жизни мира отберу я, Денис Катаев. Сегодня о том, что делала Анжелина Джоли в Сараево и к чему готовятся китайцы в Шотландии. Поехали! На выходных Боснии и Герцеговины в Сараево завершился местный кинофестиваль. Этот фестиваль был основан еще в 95-м году во время боевых действий. Тогда на зло войне и с целью возрождения культурных традиций города создали Сараево фильм-фестивал, который вот сегодня приобрел авторитет в кругу международных кинетографических фестивалей. Статус мероприятия на этот раз поддержала актриса Анжелина Джоли, которая приехала на его закрытие. Надо сказать, что голливудская звезда приехала не просто так. Она получила почетную награду сердца Сараева за вклад в кинематограф и активное участие в решении мировых проблем. Но все же наградили Джоли не просто так, а за ее дебютный фильм в качестве режиссера «В краю крови и меда». О романе между боснийкой и сербом во время той самой войны на Балканах 90-х. Актрису всегда интересовал этот регион. Вместе с мужем Брэдом Питтом она неоднократно посещала Балкан и в роли посла доброй воли ООН. В прошлом году Джоли приехала в Боснию с целью привлечь внимание к проблемам беженцев, которые не могли вернуться на родину даже спустя 16 лет после окончания того самого этнического конфликта. Кстати, съемки фильма Джоли проходили в основном в Венгрии. Власти, на удивление, кстати, власти Боснии и Герцеговине по непонятным причинам запрещали это делать на территории своей страны. И вот премьера картины в Соединенных Штатах состоится только в конце этого года. Кроме Джоли в основном на фестивале показывали фильмы из Восточной Европы, Албании, Боснии и Герцеговины, той же самой Болгарии, Хорватии, Кипра, Греции, Венгрии, Македонии, Сербии и вот даже на этот раз из Косова. Главная идея фестиваля, между тем, показ инновационных и необычных фильмов, а главный критерий отбора, высокий профессионализм и оригинальность, как уверяют организаторы. И вот, конечно же, нашим российским кинофестивалям не помешало бы воспользоваться опытом у Восточной Европы. У них и бюджеты меньше, и амбиции не так много, а в результате выходит даже намного лучше, чем у нас. Интересно, в чем же причина? Газета New York Times посвятила сегодня статью знаменитому дуэту Эйко Энкома. Это известные американские художники-перформансисты японского происхождения. В рамках своего трехлетнего ретрострактивного проекта они показывают в Линкольн-центре свою новую работу вота – вода. Эйко и Кома устраивают свой перспорн, перформанс в весьма необычных условиях. Своё представление и инсталляцию они проводят в воде бассейна Пол Милстон прямо около Линкольн-центра ночное время. В итоге получается погружение в воду зеркальной поверхностью. По задумке Эйко и Кома предоставляют зрителям возможность испытать чувство естественности мира. Вода – необходимый атрибут этого перформанса, всё происходит в ней. Даже политист Роберт Миробал, который озвучивает представление, тоже находится в воде. «Мы вышли из воды в утробе матери, мы вышли из водной стихии, но больше мы в ней не находимся. Возвратившись, мы должны привыкнуть», – так объясняют свою задумку художники в интервью New York Times. Вот Эйко и Кома и пытаются вернуть всё на свои места, то есть в воду. Художники хотят, чтобы зритель максимально почувствовал природу воды, а вот не только увидел красивые движения, отражённые на поверхности бассейна. В этом перформансе больше философии и смысла, чем просто красивого представления, как и во многих других работах. Вот, например, в этой, как и в предыдущих, Эйко и Кома совмещают технику и стиль гута-данса с современной хореографией. Исполнители Эйко и Кома, обратившись к воде, приходят и к теме времени, теме потока, теме необратимости. Вода для Эйко и Кома – это трансцендентность. В ней есть успокаивающее чувство выхода за пределы времени. И вот, кстати, если всё-таки поедете в Нью-Йорк, то помимо этого перформанса может будет ещё посмотреть кое-что интересное. Представления в Линкольд-центре совпадают с выставкой в New York Public Library, которая будет открыта до конца октября. В экспозиции – традиционный чайный домик, костюмы и реквизит Эйко и Кома, который они создали начиная с 1978 года. Так что самое время познакомиться с творчеством этих значимых художников. Ну вот на этой неделе в Эдинбурге стартует знаменитый театральный фестиваль. Заканчивается марафон во французском авиньоне «Пора ехать в Шотландию». И что бы вы думали, какая труппа самая популярная в Эдинбурге? Китайский национальный балет. Растущая известность балета из КНР вот уже который год привлекает внимание всего мира. Некоторые западные критики даже предсказывают, что будущее мирового балета на Востоке. Ну что же, вот пока посмотрим небольшой отрывок, о чем же идет речь. КОНЕЦ Британская газета «Дели Телеграф» посвятила сегодня большую статью феномену китайского национального балета. Вот только недавно труппа выступала на гастролях в Гамбурге. Там показывали «Красный фонарь». Его же привезут в Шотландию. Это спектакль, поставленный по мотивам одноименной киноленты китайского режиссера Джаны Моу о жизни богача и его трех жен. В балете используется множество китайских элементов. Именно их сочетание с классической европейской хореографией и не оставляет зрителей равнодушными. Все больше людей во всем мире начинают интересоваться китайской культурой и понять ее через балет, ту форму искусства, с которой большинство из них хорошо знакомы, будет намного проще, признается в интервью худрук национального балета Китая Фэн Им. Теперь там понимают конъюнктуру. Китайские балетные мастера с неимоверной скоростью разрабатывают все новые и новые креативные подходы к сценографии. Национальный балет Китая планирует создать студию творческой концепции балета для создания масштабных постановок. Китайские хореографы и композиторы теперь вынуждены много работать с европейской классикой. В Китае, можно сказать, идет практически весь европейский репертуар, включая редкие произведения. Вместе с тем, китайские специалисты, конечно же, не перестают трудиться над созданием новых балетных произведений уже в восточной тематике, ведь в конце концов именно это и привлекает западную публику. Это ведь та самая экзотика. Ну вот сегодня в клубе в Москве, в клубе-арена, приедут одни из самых известных глэм-рокеров мира. Легендарный Twisted Sister, авторы бессмертного сингла I Want Rock, за свою почти 40-летнюю историю впервые выступят в российской столице. Так что это уже вполне себе сенсация. Twisted Sister образовались еще в 72-м году. Состав коллектива постоянно менялся, но основной костяк такой вокалист и композитор Ди Снайдер, гитаристы Эдди Аджеда и Джей Френч, басист Марк Мендоза и Тони Петри на ударных. Именно в таком составе Twisted Sister и прославились. У них же в свое время на разогреве выступала сама Металлика. Творчество группы с самого начала находилось под влиянием классиков глэм-рока и шок-рока Нью-Йорк Доллс, Киз и Элиса Купера. В середине 80-х Twisted Sister в Америке, пожалуй, была одной из самых популярных групп в тяжелой музыке. Их песни пользовались популярностью даже в Советском Союзе во время перестройки. Вот с Зенитеславой в 88-м группа распалась, а вновь вернулась на сцену только через 10 лет. Выпустили несколько новых, достаточно успешных, кстати, альбомов и пустились в гастроли по всему миру. Не прошло и года, теперь Twisted Sister наконец-то доехали до Москвы. Учитывая то, что их первый концерт в России, можно ждать любых сюрпризов. Пока даже непонятно, что же группа исполнит. The best of the best или новый репертуар. В любом случае, дебош, оргам и крик на сцене обеспечены. Организаторы шоу уверяют, удивит один лишь внешний вид артистов. Их знаменитые вычурные наряды и карикатурный макияж. В конце концов, именно Twisted Sister принадлежит слоган «Выглядеть как женщины, разговаривать как мужики, играть как ублюдки». Ну вот на этом искусственный отбор на сегодня подошел к концу. Смотрите нас каждый день на дожде. Всем удачи, пока слушайте Twisted Sister. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok